В 2007 году самый надежный и дорогой японский автоконцерн решил ворваться в борьбу немецкой тройки и составить конкуренцию C63 AMG и M3 E92. И выпустил новую модификацию автомобиля серии F, конкретно у нас сейчас Lexus ISF. Я как человек, который любит ездить агрессивно и часто очень любит ездить боком, самое первое, что я заметил и мне понравилось в этом автомобиле, это выворот. У нее реально очень хороший выворот, которого не даже близко у BMW. И выворот позволяет выравнивать машину с очень острого угла, но в то же время эта машина не держит руку, как M3 E92, ее прямой конкурент и очень валкая на дороге. Но это не проблема. Вы можете слышать, когда едешь на тропотрассе, там, 2-3 тысячи оборотов, такой гул у выхлопа. И я не знаю, с чем это связано, возможно, плохая шумка. Вот, слышь. Но это не очень комфортно, конечно, в машине ехать. Как будто все резинаторы и банки там вырезали и сделали прямой точный выхлоп. Чуть-чуть он раздражает, конечно, при спокойной езде по трассе. Но эта машина не для спокойной езды, понимаешь? Классический Lexus салон. Все просто, минималистично. Качество на высоте, все четко, ничего не болтается, не шумит. Все. Говорить больше нечего. Максимально простая в управлении машина. Переключил первая, вторая, атмосферный мотор. Все просто. Есть память сидений, электрорегулировки и все остальное. Машина напичкана, как положено премиальному сегменту. Конечно же, это уже на сегодняшний день не современный салон. Далеко он выглядит немножко устаревшим. Но да и нафиг это надо. Мы берем эти машины, чтобы наваливать. Нам не нужна эта вся красота. Главное есть качество. Все, сели, поехали. Сколько лошадок под капотом? 423. Слава вон. Слава вон? Кл-800, да? Че приехал? Опять с камеры? Да, мы заехали на мойку. Да? Да. Че с кэрик? Че вообще, как ты Лексус? Ты любишь Лексус? Да, да, Лексус. Ну, у меня больше 613. Да? Красиво, да. Это компетичен, да? Не, это так, ISF это. Да, я первый разбираю. Я уже поступаю, там еще, это отличная тачка. Да, так красиво, как красиво. У этой машины чувствуется, что огромный V8 впереди тяжелый, а задница легкая. Поэтому ее в народе называют флажочек, потому что она ввиляет попой. За счет этого, конечно же, удобно молодежи учиться ездить, потому что она легко кидает задок свой. И на наших улицах, где нет затяжных длинных поворотов, и не нужно боком ехать на скорости, на второй, третий залетать в дрифте. Не то, чтобы не нужно, это тяжело очень. На этой машине я этого сделать не могу, я сейчас даже не могу этого сделать. То, что я делаю на М4, потому что она, у нее нету сбалансированного веса правильного. У нее перед тяжелее гораздо, поэтому машину просто вот так швыряет сзади. На первой передаче, на второй передаче, на наших улицах, на Кавказе, на южных регионах, особенно в Дагестане, где этих машин очень много, поэтому их и берут, потому что у нас дороги разбитые все. И эти машины не ломаются так часто, так, где ломаются немецкие автомобили. Эта машина прослужит гораздо дольше, и этот автомобиль не такой приспособленный к дрифту, как М-ки и даже как C-63 АМГ. Также, сравнивая с конкурентами М3, 92 и C-63, хочу сказать пару слов про выхлоп этого автомобиля. Мне очень нравится этот спортивный, красивый, породистый звук. До 4000 оборотов, до 4000 оборотов это такой рык, баритон, я бы сказал, он ближе даже к мерседесовскому рыку. А когда мы нажимаем уже на машину, красиво звучит эта отсечка, и этот рев, рев, который колбасит на всю машину, он уже близок к 4-х литровому мотору М3 Е-92. Очень жаль, что компания Lexus перестала выпускать версию F-Sport в своей линейке IS. И с 13-го, 14-го года пошли 2,5-литровые и 3-х литровые малолитражки, которые совсем уже не интересны. Итак, друзья, конкретно наш экземпляр 2012-го года, рестайлинговый, это последний рестайлинг. У этой машины характерные только для спортивной версии F-Sport дутые крылья, широченные, передний бампер с воздухоотводниками, передние крылья, которые тоже с жабрами, имитацией жабр точнее, да. Ну, максимально броский внешний вид у нее, задний бампер тоже с этим сдвоенным по вертикали выхлопными патрубками, которые, если присмотреться, трубы, которые выходят из банок, не доходят до самых насадок, но, тем не менее, это очень красиво смотрится, и выхлоп у нас звучит. Конкретно наш экземпляр, далеко не маленьким объемом, это 5-литровый V8 423 лошади. Этот автомобиль был создан конкурентом, как я уже сказал, для C63 и M3 E92. Давайте вот здесь на экран, сейчас мы увидим характеристики этих автомобилей. Технические по паспорту, чтобы просто вы знали, для себя и сравнивали. Также наш экземпляр имеет ярко-синий перламутровый цвет, который в сумерках переливается немножко фиолетовым, если вы заметили. И этот автомобиль, этот цвет, я считаю, он прямо вот идеально подходит этому автомобилю и подчеркивает все его вот монструозность, я бы сказал. Поэтому этот цвет я оставлю лайк, поэтому вы тоже поставьте лайки под этим видео. Так, давайте обратим внимание на переднюю оптику, которая на Лексусе конкретно на свете слабенько, но сейчас не об этом. У нас на рестайлинговой версии появилась характерная для всех современных Лексусов вот эта вот стрелка в форме L. Это появилось, как я уже сказал, только на рестайлинге, на дорестайлинговых машинах 2008 года, в которых они начали выпускаться, их не было. В 2010 году появилась только блокировка заднего дифференциала, блокировки тоже не было. Для начинающего дрифтера, скажем так, громкие слова, конечно же, но если вы из стадии потеменькера переходите в стадию заднеприводного дрифтера, то эта машина, я считаю, идеальная для этого, потому что она супернадежная. Но найти экземпляр, которых сейчас уже, как время идет, и их остается все меньше и меньше, найти экземпляр, который сохранился в хорошем техническом состоянии, очень тяжело. Если вы такой не найдете, то ремонт стоит космических денег. Не дешевле точно, чем АМГ и М. Даже подороже во многом, потому что запчасти достать на эти машины тоже очень тяжело, только под заказ. И все стоит очень дорого. Но эта машина не ломается, потому что это Lexus, и сломать ее тяжело. Поэтому, если вы по праву ее эксплуатируете, как нужно, и меняете все расходники вовремя, эта машина будет вам служить долго и счастливо, и ездить боком вообще без проблем. Меняйте только резину, масло, и заливайте хорошее топливо. Итак, друзья, снимайте этот ролик, как вы его смотрите, закиндывайте к себе в историю. Отмечайте себя, отмечайте меня, чтобы я сделал к себе репост. С вами был Саид Губденский и Lexus ISF, легенда Кавказа. Оставайтесь самим с собой, как сказал Брюс Ливий. Брюс Ливий, он был еще в тросовом, я же, он знаешь, говорит. Воду зальешь, говорит, в чайник. Он становится водой, становится чайником. Нальешь стаканом, становится стаканом, говорит. Будет водой, друг мой, красивый, базарный. Очень золотые слова. Он был мажчаном до убийства, на тюрьму хищник. Как он со одного удара стоит, разговаривает, уже он здесь, реакция бешеная. Так, кидай, асу, урону. Так, так, так. Ой, асу втыкает. Су, мамаши, ура, мамаши. Похуй, мои гель тебе втыкает, бьешь, убираешь асу. Так, йога гель. Вон, все, расход. Вату кота не будем. Субтитры сделал DimaTorzok